Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Казоку Фэмили, и вот прикол в чём, прикол когда девушка как бревно, когда примерно выглядит девушка как бревно, чтоб вы знали, вот именно вот так. Ладно, шутки в сторону, котики не любят бревна, плоских, да, плоских, это девочка, вот, это даже не мальчик, так, мы начинаем прохождение Фрэнбол, погнали, всем приятного просмотра, а котик что-то свою лапу дергает и смотрит по сторонам, мистер полночь. Ну вы не можете пройти закрыто, я просто хотел узнать, библиотека конечно же, но она закрыта, возвращайся зимой или осенью, тогда она будет открыта. Эй, ты то говорящий дерево, что я отвёл в Паландрасу? Подожди, да, Паландрас дал мне руки и голову, это очень хорошо. Хи-хи, да, но почему библиотека закрыта, сэр? Всё логично, когда солнце вращается вокруг второй луны и версты мы открыты, только тогда можно получить истинные знания, а это случается только зимой и осенью. Ох, получается вы ничего не изучаете весной и летом, конечно изучаем, мы учимся постоянно, сейчас я узнал, что ты любишь задавать много вопросов. Мне любопытно, вот и всё, здесь в Уверстии всё выглядит по-другому. Эй, Мон, ты не из тех мест, что ж, надеюсь скоро тебя увидеть. Да, спасибо, сэр, пока. Чё? В смысле? В смысле? Помнишь мы открыты только осенью и зимой. Ну ладно, ты просто так рядом стоял. Ничегося. Страшно, но красиво. еще один жучара да здравствуйте сэр вы охранник да ну естественно гора котрым понятно вы знаете где находится гора котрым да где вы можете сказать где да скажите прошу гора которая находится в зимнем времени зимнем времени о чем бы конечно зимнего ты что подумал я не могу ждать до зимы ой ой не надо ждать туда нужно отправиться к я не умею объяснять один из по лестнице прямо найдешь сейчас общую к он объяснит кажется он пытался мне объяснить хорошо спасибо сэр окей или это что это такое карта и версты это земля замок гора а вот гора путь к замку и библиотеке путь к рынку гора дерева немного воды возможно лес влево ох не кляна север рынок а вот и привет кто здесь кто ты чё слепой что ли люди я фрэн вы меня видите теперь я вижу у тебя четыре глаза ухты у меня что когда вы продаете самый лучший пламбас со всей земли вы soft кощи Wuhan Конечно, они похожи на кокосы Это какашки, мисс Какашки, которые я собираю Это не кокосы Они похожи на кокосы Какахи, блядь Какахи, как в туалете Ничего себе Я думал, а какахи есть плохо Плохо? Почему? Они вкусные, дети их любят Они помогают расти и сиять Я понял, какой я новый бизнес Открою, ребятка, закупывали Я какахи буду продавать Они вкусные и помогают сиять Яблоки в рот, нахуй, блядь Мне нужно идти Удача с какахами, пока Пламбасы, блядь Я пойду такой Людям говорить, я пойду Пламбасы делать, короче Что такое пламбасы? Блядь Привет, я Фрэнт, что вы делаете? Добрый день, я Прутер Я кую кусок железа Для чего? Мне нужно сделать часовщику детали Понятно, вы делаете любую работу по металлу? Конечно, если у тебя есть идея Мы можем их поговорить И тук-тук, я это сделал Это хорошо, спасибо, сэр Пора работать Если тебе нужны мои услуги Ты знаешь, где меня найти А последний? Хороший день для тканей и ниток К вашим услугам И... И чё? О, нихера себе, ребёнок, блядь Морковка, что ли? Хуй его знает, блядь Чё там? Опа-на, часовщик Здравствуйте, что нового? Желаешь почитать газету? Я не могу читать на Эверст Как называть? Ты не знаешь? Он называется Эверст Ты турист? I'm... Я турист Меня зовут Фрэнт Никогда не видела туриста И тем более не видела Фрэнт Добро пожаловать в Эверст Надеюсь, тебе будет весело Большое спасибо Уже весело От каках посмеялись, блядь А это кто? Гусеница? Здравствуй, мисс У вас замечательные фрукты Спасибо, дорогая Хочешь немного? Нет, у меня... Миссия вернулся домой Хочу быть голодной Когда окажусь там Ты из какой версти? Ты живёшь за перелом? Нет, я вообще не из версти Я хьюман Хьюман? Что-то новенькое Что ж, надеюсь, ты выполнишь свою миссию Спасибо, мисс Передам До встречи Часовщик, блядь Здравствуй, что вы делаете? Работаю над своими часами Опа-на Ищу волшебника Понятно, сэр Вы знаете, где я могу найти волшебника? Нет, мисс Я делаю часы Чиню часы Слушаю часы Тик-так А вы знаете, где находится гора Ко-трэм? Гора Ко-трэм существует в зимнее время Иначе это обычная гора Я не могу ждать до зимы Король сказал, что волшебник будет в горе Ко-трэм Тебе не нужно ждать зимы Это абсурд Время Это бесконечная слоистая реальность Слоистая реальность звучит здорово Что мне туда делать? Иди к большим часам И поменяй время года Просто поменяй Где находятся часы? Иди к замку Но когда видишь лестницу Поверни налево И найдешь большие часы Спасибо, сэр Вы очень добрые Пока Опа-на Вот уверен Шахматы надо у этого уёбка выиграть, блядь Который сидит, блядь Привет, крошка Корин Ты очень милый Спасибо Ты очень милая Хи-хи, я френ А ты А я нет Я не френ Я зельма Я хочу петь весь день деньской Какая твоя любимая сонг? Моя любимая сонг звучит так Один и один будет два Один и два будет три Два и три будет пять И три и пять будет восемь Дальше не помним Хуй кого спросим Я выучила это в школе Это весело Звучит математически Мне нужно А, мне нужно идти У тебя красивые фрукты Увидимся Опа-на Мужичок Добрый день, сэр Добрый день, маленькое существо Я видел летающие лодки Как они работают Они словно плавают по воде Но вместо воды воздух Все просто Могу одолжить? Я могу одолжить одну из ваших лодков Я хочу домой Домой, понимаю К сожалению Лодки только для Иверсианс Понятно Что ж, спасибо Хорошо провести вас время Вам время Так, а вот этот Гусь-улитка Привет Добрый день, дитя И? Что вы делаете? Играю Война вот-вот начнется Что? В смысле война? Что ты имеешь в виду? Присоединяйся, дитя Я дам тебе золотую монету Если ты выживешь Присоединиться в чем? Игра Вот-вот начнется Ты играешь за Камал А я за Волок Белая и черная Свет и тьма Хм Настольная игра, сэр? Да, настольная игра Погрузим тебя Ты против меня А я дам тебе монету Если выиграешь Что скажешь? Так Какие правила? Разместишь три фигуры По диагонали Горизонтали Вертикали И выиграешь Используем механизм Чтобы знать Кто начинает Играешь Конечно Похоже на крестики нолики Которые мы играли в школе Зачем вам давать мне золото Если я выиграю? Время золота Я очень стар И живу очень долго Я просто хочу весело провести время Понимаю Что ж сыграю Блять Черные Вот это Блять Прикол Блять Ну Блять Блять Подожди. В смысле, блядь? А как я выиграю, блядь? Как я разместить, блядь, должен? Чё, блядь? Хрестики-нолики, блядь. И чё, типа он выиграл, блядь, что ли? Ничего. Вот и ёбок. И кто выиграл, не пойму. Блядь, как это работает? И чё? Он выиграл, что ли, блядь? Бляха-муха. Ой, блядь, я чё-то нихера не понимаю, как это работает, вот честно. Как это работает, мать твою? Силён он, блядь, в этом. Ну как мы выиграем, блядь? Как это выиграть, ёбаный в рот? Охуенное прохождение, блядь. Хуй чё, понятно, блядь. И чё нам делать, блядь? Всё, мы на этом, блядь, проебаться должны, что ли, бичё? Понятно. Он про волшебника нам уже сказал. А как другим способом нам чё-то выиграть? Нам бабки нужны в любом случае, блядь. Чё тут вообще? Чё, блядь? Часы? И две развилки, блядь? Нихуя себе, ты кто? Привет. Добрый день, живое существо. Что ты делаешь? Я нюхаю цветок прекрасного творения. Ждёшь кого-то? Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? Ну, слишком кислый, на мой взгляд, но лимоны... Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Для посетителей бара. Пойдём по Кикабара. Мы добавляем туда кое-что ещё, чтобы улететь. Улететь? Я бы попробовал, звучит здорово. Да, я не могу и торопить. Бар открывается осенью, будет выступать потрясающий танцор. Ты должна прийти и потусоваться. Может, и приду, звучит весело. Спасибо, пока. Нихуя тут локация, блядь. Я сейчас запутаюсь нахуй. Нам в гору, наверное, ещё рано. А, это закрытый бар, наверное. А ну-ка. Да, и непонятно, что написано. Нихуя себе движуха, вы кто? Крики из моих книг. Свет всей материи мы волоки. Счастливой. Смотри, создание один из молодых волоков получает маску. О, ма, бак, ма, 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 пил, ма, грома, ам, бага, граф, на, мату, а, таха. Да. Воин солнц, создание из почвы, фрукты, семечка. Будь свободен и пусть вселенная осветит тебя правдой. А куда вы все идёте? Мы продолжаем наш путь к жизни, да пребудет с тобой свобода, мой друг. Сэр или мисс, вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство, ты сама полна волшебства. Но я хочу узнать, странно, мне кажется, что вы знаете всё на свете. Мы свет, мы повсюду, но какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей, почему монстр охотится за мной. Правда придёт и к тем, кто ищет твой путь к истине бескрайней. Ты живёшь в мире, в котором повернулся к тебе жопой. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду, если надо, чтобы отпустить её. Заебись объясни, блядь. Но не грусти, нам нужно идти дальше. Да, котик, ты прав. Так. Ух, какой огромный волок, а хоть и не настоящий. Так, тут волок, а понятно. Чё, в этот путь вернулся, что ли? А чё тут? А тут у нас получается речка, да? А тут часы. Что-то сломалось. Где цифры? А цифры непонятно где, да? Бля, ну я не хочу тупить на этих шахматах. Монетки, блядь, выигрывать. Это пиздец просто. Мершина горы. И всё? Интересно, как звучит говорящая гора. Как землетрясение. Понятно. Блин, ну я не знаю, что-то заделать. Ну, допустим, всего в игре понадобится 4 монеты, блядь. Ну, естественно, золотые монеты им нужны, блядь. Ёбаный в рот. Заебись. Просто заебись. Я, блядь, обязательно это говно должен выиграть, блядь. Блядь, поиграй с ним, заебало. Да. Да ни хуя не весело, блядь. Весело, блядь. В смысле весело, блядь. Ну и как мне теперь перетыкнуть? Как выиграть, этот вопрос? Он выиграл, что ли, блядь, снова? И чё? И чё? Пиздец, блядь. И как он хочет выиграть? Вопрос, блядь. Ну, окей. И чё, перетык... И кто выиграл? Я ни хуя не пойму, как это работает, блядь. Ну, допустим, так. И чё? Ну, не дам я ему, и чё дальше? Ну, не дам я, и чё дальше? И кто выиграл? Я, блядь, не понимаю, как это работает, хуйня. Вот честно, блядь. Ну, перетыкает он мне ход. Ну, ты чё? А, подожди. Сука! В смысле три хода? Вы ебанулись, что ли? В смысле три хода? И как мне выиграть, блядь? И как я сейчас вы... Сука! Он мне не даёт выиграть, этот олень ёбаный, блядь. Я уже всё не выиграю, блядь. Никак. Ну, перетыкну я ему ход, и чё, блядь? И чё? Кто выиграет, блядь? Ёбаный олень, блядь. Да иди ты нахуй, блядь, ёбаная улитка. Ебал я её в рот, блядь. Пиздец, блядь. Я не знаю, как выиграть эту хуйню. Блядь, ёбаный в рот. Реально, пиздец. Если бы вы знали, блядь, сколько, блядь, геморроя пришлось, блядь, сделать... Ты мастер, блядь. В смысле, а сколько у нас монет? Четыре золотые монеты. Ну, окей. Нахуй пять партий выигрывать. Ох, это пиздец какой-то. Единственная причина, по которой не хочется... ...связываться... ...с этими крестиками, блядь. Сэр, у меня есть большая проблема. Часы на дереве сломаны, я не могу заст... О, сломанные часы, бедные часы. Вы должны мне помочь, прошу, почините их. Я никогда не чиню часы за просто так. Так, о чем вы говорите, бабки-бабки? Я беру одну золотую монету. Время золота. Ну... Вот, сэр, ваша золотая монета. Да, но сначала ты должна мне предложить работу. А, вот. Сэр, хотели бы вы починить мои часы? Взамен на этот кусок золота и во имя времени, я умоляю принять мое предложение. Конечно, это было восхитительное рабочее, очень страстно. Пойдем к большим часам починим их. Ну... Погнали. Так. Часы сломаны. Вы ведь почините? Конечно, секунду. Да, вот. Что такое? Похоже, что эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею ввиду, что их сломали, это аморально ломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камалы, зима, гора, котрым, камни, много причин, мисс. Ох, о чем вы говорите, я не понимаю. Злая тьма, они работают на Ремора, жуткую черноту. Только камалы могут здесь находиться, единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет, Ремор хочет получить камни, но я не понимаю. Для какой цели эти камни не имеют смысла в его королевстве? А камни в зимнем времени? Огромный черный монстр в маске козла, мертвого козла? Да, ты его знаешь? Да, думаю, из-за него я попал сюда, понимаете, я человек. О, человек, теперь я понимаю. Мне тоже нужны камни, он мой способ попасть домой. Надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться к горе Кутрэм. Да, именно, я должна поговорить с великим волшебником, а дожить камни. А, что ж, я все починил, я дам тебе кое-что для удобства, вот. Компас? Это пульт управления часов, ты можешь отправиться во все 4 времени года, просто повернув его. Это только прототип, он может не сработать, если ты будешь далеко. И запомни, время это бесконечная, слоистая реальность, будь осторожна. Я буду осторожна, большое спасибо, очень милый часовщик. Прошу, зови меня Когвинт. Хорошо, Когвинт. Кстати, Афренд, скоро увидимся, пока. Так. Окей. В горе слева? Так, подожди, в горе слева? Слева? Стоп, гора. Так, гора у нас была тут. Окей. Так, подожди. Прям поднимаемся. Стоп. Что это за... Что это за... Котик, ты видел? Да, я видел, что это было. Я думаю, это были тени, я не хочу их снова видеть. Снова? Да, Котик, они были повсюду в клинике, я хочу домой. Скоро мы отправимся домой, дорогая. Котик, можешь мне кое-что помещать, чтобы не случилось? Мы будем всегда на одной стороне. Конечно, моя дорогая, я обещаю. Отлично, тогда нам нужно идти дальше. Ну? Опа-на. Так, вершина, ну? И чё? Говорящая гора. Подожди, нам спуститься нужно? А, вот оно. Вот и волшебник. Так, я не понимаю. Вы великий волшебник, сэр? Извините, я френ, и мне нужна ваша помощь. Чё? Простите, вы можете говорить? У тебя слишком много вопросов, это хорошо. Сэр, король сказал, что вы мне поможете. Король говорит, мы исполняем. Я хочу одолжить у вас камни, чтобы открыть дверь в мой мир. Камни пропали, я не помню, где они. И чё делать? Они ищут, я прячусь. А когда я прячусь, я забываю, их нельзя найти. Понятно, но может, я смогу помочь их найти? Я просто хочу узнать ответ на главный вопрос. Откуда появляется кролик? Я видел, как это делал человек, кролик появлялся из пустой шляпы. Как? Это величайший вопрос из всех. Потому что если ничего не существует, тогда ничто не существует. Но если ничто существует, тогда нет никакого ничего. И мне снова любопытно, как. Сэр, почему бы вам не спросить того, кто это сделал? У меня посетитель, добрый день. Что привело к тебе, великому волшебнику? То есть ко мне, к твоему свению? Сэр, я пришла за камнями, король прислал. А, да, наверное, кто-то уже приходил и спрашивал о них. Я сотворил самое заклинание всех, чтобы никто не смог их найти. Знаешь, черные техники Амала, они постоянно пытаются их украсть. Это мы уже знаем. Поэтому я должен был удостовериться. Ну, сэр, мне нужны камни, это место не мой дом. О, камни прячутся, я помню только четыре загадки, связанные с камнями. Четыре загадки, которые восстановят мою память. Только ответив правильно на все четыре загадки, я смогу сказать, где найти пять предметов. Эти предметы являются камнями в своих слоях реальности. Затем единственный, кто сможет их вернуть, это я. Ох, много информации, сэр. Позволь мне показать тебе. Это звезды и версты. Омка Бэй. Величайший путеводитель неба. Величайший страж этой земли. Ну-у-у. И что я должна делать для загадки, сэр? Я дам тебе четыре загадки, написанные на языке всего. Ответом всегда будет один предмет. Развести предметы на звезде и версты на соответствующие символы. После этого я скажу тебе, где камни. М-м-м. Большое спасибо волшебнику. Сэр, волшебник, король сказал мне, что вы сможете сделать ее человеком. Он так сказал? Думаю, он прав, хотя я едва помню, как это сделать. Вы не помните, но я не могу отправиться домой, как дерево. Я понимаю, но сейчас я не могу помочь. Нужно восстановить мои знания. Мы попробуем сделать тебя человеком после того, как ты найдешь первый камень. Было бы потрясающе. Да, потрясающе и здорово. Просто попробуй разгадать загадки, я думаю, все будет окей. Сэр, мне нужно сделать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком. М-м-м, камни, мне кажется, запах очень важен, если я правильно помню. Так, принеси мне свою одежду и мы посмотрим, как это делается. Вы можете мне снова объяснить загадки, я забыла, что делать? Просто размести правильные ответы на верных местах звезды и версты. Когда завершишь, мы продолжим. А сейчас меня ждет кролиководство. Ясно. Так. Спички из инвентаря. Да. Четыре. Один, два, три. А, два. А, один, два, три, четыре. Все, я понял. Так. Холодна обычно я, но лишь используешь меня, я стану очень горяча. Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю, лишь кислую улыбку вызываю. Ладно, дочь, плыви, плыви. Там, все, сквозь, патроходы, легкие, пустотелые, для птиц, свободу я несу, а люди, письмо, я пришел. Подожди. А, спичка. А, спичка. А, точно, все, я понял. Значит. Летнее время, подожди. Это у нас лето? Жук появился. Так, подожди, а где у нас был этот? Опля. Нам лимон нужен, блядь. Я могу взять один из лимонов, сэр? Прости, милая, ресурсы, я не могу тебе их дать. Подожди. Я забираю все лимоны, что может унести корзина. Все лимоны с дерева. Так, подожди, 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 чувак. Куда попиздил? Вот еблан. Добрый день, покажи свой бил... Билет? Где достать? У меня нет билета, чувак. Что? У всех граждан есть билет, почему у тебя нет? Я не гражданин, может поэтому? Не гражданин, что-то новенькое. Извини, но я не могу тебя впустить. Хорошо, сэр, я понимаю, но что мне делать? Я очень... Я не знаю, такого не случалось раньше. И как? А-а-а! Осеннее время? Подожди. И проделаем ножом дыру? Серьезно? Нихуя себе. Так, котик, я хочу кое-что сделать. Короче, забей. Блядь, у них такие криминальные лица, типа, блядь. Быстрее, Фрэн, пока нас никто не видит. Да, теперь корзина не унесет все лимоны. Ха-ха-ха-ха. Котик, заебись. Ты в порядке, мой друг? Да, знаешь, когда ты резала корзину, я старался выглядеть естественно. Но подумав о том, как выглядит обычный кот, я почувствовал себя подозрительно. Бывает, чё, блядь. Ну чё, блядь? А ну-ка, нахуй. Хуяк! Лимончик. Нашли. Кот сказал, заебись. Так. А, заходим в пещеру и кладём лимон на правый треугольник звезды. А, на второй. Чувак, что с тобой? Нахуя себе. Чувак, что с тобой? Палантрас, сэр. О, пля. Подожди, не уходите. О, нет, он выглядел очень дерьмово, котик. Разве он не доктор? Может, он вылечит себя? Надеюсь, он был не так плох, что он потерял перо. Что же произошло? Ну, перо, скорее всего, тоже понадобится, блядь. Ой, блядь, это лодка. О, удочка, нихуя себе. А нам чё, рыбу ловить, что ли, блядь? Блядь, серьёзно, рыбу ловить? А на что? В смысле? Ой, блядь, ещё и рыбу ловить. Ёбаный же ты в рот. Так. Зима, зима. Так. Лимончик, значит, сюда, да? Так. Третья загадка. Оранжевая зона. Мммм. Хм, хм, хм. Это лето, да? Так, а там было написано осеннее время. А, нет, всё-таки летнее, это я, дебил. Так, залезай в лодку, пойдём покатаемся. Погнали. Погнали. Ммм, да. Я не могу найти таблетки. Может, таблеток здесь нет, может, их потеряла. Что ж, в любом случае, они не приносили пользы. Возможно, они ещё найдутся. Пойдём. Так. И больше ничего? Нихуя себе. Три монеты кузнецу. Нихуя себе. Нихуя себе. Погнали. Погнали, коте. Но они не могут здесь ничего сделать. Ничего этого. Крошечный остров. Остров неведения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно есть. Остров не в океане, есть, весь покрытый зеленью. У меня есть то, что ты хочешь, то, что ты ищешь. Мама, это ты? Любимая дочь, подойди, позвать прикоснуться к тебе. Мне страшно, тебе нечего бояться, подойди ближе, я хочу поцеловать тебя, ага. Ты не можешь быть моей мамой, она мертва. Подойди ближе, сейчас же, иначе больше монстр придет за тобой. Нет, не моя мама, иди нахрен. Дорогая, большой монстр за тобой вредет, он придет и заберет. Придет и заберет тебя. Мама, ты пугаешь меня, мама, прекрати. Че? Трешня. Че, дочь пошел? А, мы шоссенее время подставили. Так, подожди, а кого просить починить леску? Вот этого чувака? Да это мы знаем, подожди. Часовщику несколько деталей. Ладно, подожди. Так, подождем. А кому-то показывать. А, кузнецу. Так, подожди, удочка. Я нашла удочка, она сломана, ты поможешь? Давай посмотрим, ты видела крюк? Нет. Какой клинике? Шторку, а там крюк был. Понятия не имею о чем-то, это весьма странное. Так, забудем. Вы можете сделать мне крюк для... Да, давай, если дашь не одну монету, я дам тебе половину крюка. Если дашь не две монеты, получишь рабочий крюк. Мне нужен целый. Все вместе будет стоить три монеты. Ебать. Одна монета за полкрыку, а за две рабочие. Договорились? Ну, очень сложно. Я принесу вам монеты. Пока. Вот ваши три монеты. Замечательно. Вот твой крюк. Надеюсь, он работает. Ну. Спасибо, сэр. Мне пора идти. Пока. Так. А-а-а. Теперь с этим поговорить. Ну. К вашим услугам. И... Чё ему надо? Удочку? Подожди-ка. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, если у вас нити или леска. Леска? О, да. Тебе нужно... Да, пожалуйста. Их много? Я имел ввиду цену. Мне нужно сколько нужно для лески. Ой, я забыла. Понимаешь, я никогда ничего не продавала. Знаешь что? Забирай просто так. Надеюсь, она тебя порадует. Спасибо. Пока. Так. Теперь. Теперь... Объединяем. Теперь надо... Рыбу нам ловить. Бляха-муха. В смысле? Ты не можешь тут рыбачить? А где рыба, по-твоему? Блин, серьезно? Это аж там, в конце? Ох, я надеюсь, мы тут рыбачить можем. Ну? Смыться ты не можешь. Бляха-муха. Бляха-муха. А-а-а, здесь. Блин, сказали бы, ёб твою мать. М-м-м, прикольный кот такой лапу дернул. Я поймала рыбу, мне очень жаль. А что жалеть-то? Рыба-то нужна. Жалко-то у пчелки. В попке. Так. Зимнее время. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Это третья загадка, что ли, в нижнюю часть? Ну да. А-а-а, мы ж перо уже поймали, да. Так, подожди. Рыбу в нижнюю часть. А перо... В эту часть. Я чую победу. Я чую вкусный запах победы. Поздравляю. Спасибо, царя, я готова. Давайте линем камни. Хи-хи. Начнем с огня. И... Кот-Рэм жив? Сам вершиня горы будет ждать. Нема мой колпак, мой любимый колпак. Принеси его. Ваш колпак? Да, камни прячутся в моих вещах. Вот почему я ничего не помню. Ха-ха-ха-ха. Ну, теперь я вспоминаю, иди к вершине, найди код Рэма, а потом возвращайся, и мы займемся остальными вещами. Хорошо, сэр, я принесу ваш колпак. Окей. А, записка исчезла, да, загадка? Ну ладно, пофиг. Так, а какое там время должно быть? С упавшей звездой. Да. Трешачок. Так, подожди. Когда он с нами заговорить может, чувак? Подожди. Иии. Подожди, зима что ли? Опа-на. Кто осмелился меня разбудить, мазовпака? Ну, вы живой, бросите. Я Фрэн. Фрэн? Ясно. Не знаю, что это значит. Ну? Я тоже не знаю, что значит это мое имя. Ладно, мое имя Котрэм. Хочет знать почему? Расскажите. Котрэм значит рожденный в небесах. Я был звездой. Я родился в космосе, все логично. О, никогда не встречала звезду. Приятно познакомиться. Я тоже, Фрэн. Итак, что тебя привело? Он, великий волшебник, велел принести колпак. Я не могу его отдать, я разведен. Что значит разведен? Мне нужен колпак, это очень важно. Не могу, я отдам тебе колпак, земля пострадает. Тебе придется найти другой способ попасть домой. Король сказал, что другого способа нет. Прошу, помогите мне. Я сказал, не могу, меня бросила жена, она прикрывала мою вершину. Если я сниму колпак, моя раскаленная лава всех убьет, включая тебя. Где сейчас ваша жена, может я смогу ее вернуть? Она решила, что ей пришло время завести свой собственный остров. Так что она порвала со мной, у меня не было шансов спросить почему. Я так скучаю по ней. Так, понятно. Летнее время нам нужно, да? Короче, на остров валить. Ну ёбарст, я знаю, ты одиноко. Позволь мне быть твоей мамой, дай покормить тебя. Будь на моей стороне. Трэшачок. И у тебя появится много друзей для игр. Я не хочу, чтобы ты была моей мамой. Ты страшна, ты мне не нравишься. С кем ты говоришь? Там стоит женщина. Ни с кем котик. Так, ясно. Так, а где лодка? Вот она. Ага. Мисс, у меня для вас сообщение. Да, вестник, добрый день. Да, мисс, я вестник любви. Любви? Ну ты не розовая. Розовая? Нет, я коричневый-зеленый вестник. О, вестник любви хочет что-то поведать. Да, конечно, я здесь во имя любви, чтобы вернуть вас к своему мужу. Нет, он меня обидел. Никто не право меня обижать. Я понимаю, но что он вам сделал? Он был так горячий, из-за этого я полюбила. Теперь же он стал холоден и скучен. Я была брошена и много плакала. Он выращивал красивый красный цветок, чтобы показать свою любовь. Но в этом году ничего не выросло. И знаешь что? Я одна его защищала и просто хотела немного признательности. Вот и все. Ну, мисс, если я найду цветок, вы вернетесь? Наверное, но у меня не осталось надежды. Теперь у меня свой остров. Посмотрим. Найду я красный цветок. Вы знаете, где он растет? Всегда у основания. Этим он отличается от других цветков. В основании чего, мисс? В основании моего мужа, конечно же. Принеси его, и я вернусь. Так, трижды следуем направо. Направо? В смысле направо. Далее, трижды следуем направо. Трижды раз. Два. Три. Вот оно. Тот цветок. Так, подожди-ка. Отлично. Дальше что? Красный цветок к любви. Понятно. Опять снова летнее время. Погнали, чё. Снова цветок и покажем. Так. Дамочка, цветок к вам. Мисс, я нашла. Смотрите, красный цветок. Спасибо тебе, он такой красивый. Ты действительно вестник любви. Вы должны вернуться к мужу. Он очень по вам скучает. Увидимся там в зимнее время. Ох, нифига себе, она поплыва. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Ого. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Теперь я бы хотел получить колпак. Огромное тебе спасибо. Никогда не забуду, что ты сделала. Давай, дорогая, забирайся наверх. Ого. А, это он жену забирает наверх. Нифига себе. А вот и колпак. Ещё раз спасибо. А-а-а. Здорово, спасибо. Нужно дать колпак великому волшебнику. Пока. Блин, пять камней бесконечности. Я прям вспоминаю, ребят, Марвел. Вот смотрите, реально. Ну вот, короче. Пять камней. Как будто, знаете, вспоминаю... Ой, блядь. Вспоминаю эти... Мстители... Камни бесконечности, ёбаный в рот. Так, ну чё, волшебник изумрудного города, блядь. Забирай. Вот ваш колпак, сэр. Я чувствую, знания пронизывают моё тело. Я счастлив. Что дальше? Подарок от почвы. Фрукт. Ну? Создание случайно выбранных элементов. Да, это потрясающе. Да, Фрукт говорит со мной... Он говорит, книга. Моя книга знания, она в библиотеке, но знай. Книга может прятаться, так что ты должна быть настойчивой и терпеливой. Хорошо, сыр, я тогда пойду в библиотеку. Подожди, тебе потребуется пароль. Ну? Так, как мы учим или... Я вас понял. Вашими чувствами легко манипулировать, отключите их перед обучением. Я постараюсь это запомнить, что это значит. Это значит, что мы часто позволяем манипулировать нашим разумом. Вы всегда должны следовать здравому смыслу. Никто и никогда не должен вам указывать, что думать и во что верить. Будьте голодны к знаниям, и вы будете постоянно эволюционировать. Это сделает вас свободными, и вы будете дорожить каждую секунду своей жизни. Как по мне, учиться и думать очень весело, и любознательность в этом помогает. Я пойду в библиотеку и найду вашу книгу. Ясно. Да. Книгу. Книга, книга, книга. Так. Запоминаем название. Так, на входе в замок. А где это? А, вот, на входе в замок. Так, подожди, это не то. Вход в замок у нас, по-моему, здесь. Так. Ёпара сетэ. Ты убийца, Френ. Ты маленькая ебанашка-психопатка. Такие девочки должны быть наказаны. Кровати привязаны к гелям намазанных. Делай как я, делай как я, Френ. Нихуя себе поворот, блядь. Прыгай. Эм. Я не хотела их убивать, я не хотела. Она что, убила родителей? Моя милая, не слушай этих ёбнутых созданий. Ты сильная. Гони их от своей головы, моя дорогая. Я сумасшедшая котик, скажи мне. Нет, дорогая, ты должна быть сильной, не позволяя морочить себе голову. Мой котик, я чувствую себя разбитой, в груди болит. Моя дорогая, я с тобой не плачу, я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю, нам нужно идти дальше, пойдём в библиотеку. Пойдём. Так. Жучара. У тебя есть пароль? Да. Ну, какой? Так, что-то вроде... Ваши глаза и уши ограничены цензурой, закройте их перед обучением. Хорошо, что это значит? Да только тогда мы сможем увидеть знания повсюду, даже в тишине и тьме. Проходи. Ага. Так. Кучу книг. Ещё опять головоломыч, да? Охереть. Охереть и не встать, блядь. Головоломки, блядь. И как это, блядь? Проходить? Пиздец, блядь, головоломки, ебать мой хуй. Чё-то значит. Выставляем их на панели, блядь. Ладно, сейчас. Так. Читающие. Угу. Ищу свою книгу особенную. Простите, почему стоите на лестнице у вас? Потому что лестница сделана, чтобы ей пользоваться. Подожди-ка. А что если она мне нужна? Тогда тебе следует подождать своей очереди. А если это срочно, я ему не могу ждать. Только следовало прийти пораньше. Извини, мне нужно искать. Так, ладно. Блин, откуда я знаю, чё и как? Эмм. Ну, лады. Допустим. Один. Один. Три, что ли? И. Чё, буква Е, что ли? Какая Е? Где Е? Ё. И. Какой-то Х, что ли, блядь? Я не пойму. Я сделал, а теперь нужно повернуть рычаг. Какой рычаг? Эм. А где рычаг-то? Какой рычаг? Где рычаг? А-а-а-а. И чё? Не понял. На летнее время стрелку? Подожди, а где книга? В смысле? Не понял. Не понял. Дважды подвигаем лестницу? Какому скелету, блядь? Подожди. В смысле, дважды. В смысле, дважды? Подожди. Появился? Подожди. А ну-ка. И. Опа-на. Всё, я понял. Ну всё, книгу мы забрали, да? На зимнее время. А-а-а. Всё, понятно. Это точно зимнее время? Ну, погнали. Так, а волшебник точно тут я уже забыл? А, не туда. Я вечно путаю, куда... ...валить. Так, мужик. Я тут тебе... ...книжку принёс. Сэр, вот ваша книга. Она была в музыкальной шкатулке. Я видела куклу. Хи-хи, замок Эйтварда. Звучит весело. Спасибо за книгу. Она позволила мне спонить много чего, много вещей. Что теперь? На звезде осталось два предмета. Да, рыба в воде. Рыба, рыба, плыви свободно. Возвращайся, рыбка. Рыба сказала, что мои туфли на ногах у удивительного танцора. Ты знаешь, где может быть этот танцор? Я не имею понятия. Да, знаю, пойду посмотрю. Так. Ухода в бар. Летнее время, да? Он, что ли? Так, билет. Стоп. А это разве не билет? Подожди. Подожди. А-а-а. Ага. Понятно. Значит, нам нужно... Нет. Нет. Интересно, что это? В смысле? Может, ты ножом можешь расхерачить эти? Подожди. А-а-а. Вот доски. Подожди. Есть. О, за дровами была дара великолепна. Так, подожди. Котик, интересно, где в целом мире мы достанем туфли танцора? Что-нибудь придумаем. Пойдём в бар, посмотрим, началось ли шоу. Так, подожди. Ну же, котик, иди внутрь. Мне нужен билет, чтобы зайти. Так, может, ты возьмёшь чей-то... Но я не хочу красть. Просто одолжи, котик. Мы отдадим его позже, окей? Хорошо. Так. Челу. А, летнее время? Подожди. А, вот и пчела, да? Здравствуйте, леди. Могу одолжить ваш билет, пожалуйста? Мой исчез. Нет, это мой. Ик, подставка. Лимонад очень хорош. Но почему вы можете поставить стакан на стол? Мне не нравится звук стука. Ик, стакан на стол. Понимаю. Вам очень нравится этот лимонад, верно? Да, ик, я пьё его, потому что ик освежает. А сейчас, если ты извинишь, я хочу послушать музыку. Да, конечно, до свидания. Прикольный стиль. Так. А, вот и всё, на это. Вырубилась пчела. Ха-ха, прикольно. Прикольно, прикольно. Так. У меня есть билет, он у меня. Ты потрясающий котик, я тебя так люблю. Теперь мы зайдём внутрь. Так, ну чё? Показываем билет. Ко мне пришёл билет. Что? Дай посмотреть. Не может быть, просто не может. Я уже впустил кого-то с этим билетом. Ты полнотайны, юная леди. Как вы можете знать, что это чужой билет? Символы верные, видишь, но посмотри на почерк. Он принадлежит тому, кто немного старше тебя. Я вижу это. Ладно, у меня есть шанс попасть внутрь. То есть, возможно, когда у тебя появится собственный билет, юная леди, пожалуйста. Бля. А, зелёный карандаш и визитку. Зелёный карандаш и визитку? Серьёзно? Билет в пройный котик могут пройти на вечеринку. Ого! Прикольно придумано. А ну-ка. Прокатит? Смотрите, сэр, мой собственный билет. Ммм, вижу, но ты нарисовала его. Да, это правильно. Раз меня не позвали, я пригласила себя сама. Очень умно. Что ж, я могу тебя впустить. Наслаждайся шоу. Спасибо, сэр. Так, а чё дальше-то? А, теперь отдавать обратно в пчеле билет. Окей. Так. Сейчас отдадим. Вот ваш билет, мне спросите, что взяла, я хотела его вернуть. Боже, ты очень, Ик, добра, большое тебе спасибо. Так. А, на танцы. Здравствуйте, сэр, мне нужны ваши туфли. Почему вы мне не отвечаете, крошу? Кажется, он очень сосредоточен, ведь фу. И чё, как его отлечь? Панель. В смысле, сегодня время. А, вот это открыть. Блин, снова головоломки, вы серьёзно? Мне бы это уже надоело. Оранжевую зону. Красную кнопку. Так, подали красную. А затем... жёлтую. Ага. А, в осеннее время. Так, в осеннее время, подожди. Туфли, я такая умная. Давайте несём их волшебнику. Так. Называется... Наебали, блядь. Лол. Смешной, конечно, момент. Очень смешной. Так, отдаём туфли. Чувак, держи. Туфли. О, туфли у меня. Они очень красивые, сэр, смотрите. О, ты сделала это. У тебя действительно необычный механизм в голове. Спасибо, сэр. Пристоим к последнему, чтобы я смогла отправиться домой. Ахалай, махалай, я хочу тебе колдовать. Давай. Последний воздух. Я узнаю это перо. Оно принадлежит по онтрассу. Да, я видела, что он очень пострадал. С ним всё будет хорошо, у него есть розовая вода. Она починит что угодно. Да, это правда, что же будем делать с пером. Навести старую куклу Волоко. Моя палочка должна быть там. Я должен закончить кролиководство. Думаю, я почти нашёл ответ. Хорошо, сэр, я принесу вашу палочку. Вингарду Левиосовны. Так. Кукли Волоки. Так. Вот и палочка, да? В смысле? А-а-а. Вот она чё. М-м-м. Так. Сначала, значит, алгоритм 2. Так. 2. Потом. 1-1. 1-1. Потом. 3-3. 3-3. 3-3. И 4-4, что ли? И 4-4. 4. Всё. Палка у нас. Так. Это был Волоко. Тикс. Окей. Волоко, волоко. Ебашь, это неплохо, да? Ебать, сколько тут. А, не, почти прошли. Да-да. Тут чуть-чуть осталось уже всё. Короче, возвращаемся. Тут уже главу почти прошли. Займись, чё. Так. Так. Ну чё? Держи палку, чувак. Вот ваша палка, сэр. О, да, великолепно. Восхитительно. Ты сделала это. А где камни? Я могу их одолжить? Я не могу одолжить тебе камни. Это они очень особенные, короче. Я могу развесить камни на дверные замки, но ты... Только ты можешь повернуть ключ и открыть дверь. Король сказал, что покажет мне, где дверь. О, да, мы должны пойти и поговорить с ними, как считаешь. Погоди, я более чем уверен, что ты не можешь вернуться домой, как дерево. Я почти забыла, вы правы, вы можете вернуть мне тело. Да, я могу, как же здорово, я не делал это уже сотни лет. Давай сделай человека, да, отдай мне свою одежду, мне нужно её понюхать. Вот, сэр, моя одежда. Понюхать. Ему нужно понюхать её одежду. Нимфоман, прям чувак-волшебник. Нимфоманыч, нимфоманыч. О, дай мне это понюхать. Ох. Может сработать, мы сделаем человека. Это так волнительно. Хорошо, теперь стань посередине звезды. И подумай о своём теле, своей голове, ноге и о другой ноге. О своей руке, об обеих руках. Теперь сосредоточься, малахай, малахай. Ня-чиган-на-ри. Олайн-дон, сдау манаходай. Случайно выбранные элементы, не дает свой путь к истинной сути. Стань человеком, Фред. Олайн-дон, сдау малахай. Олайн-дон, сдау малахай. Вы, на самом деле, великий волш... Да, это моё имя, великий волшебник, потому что я такой великий. Думаю, теперь можно идти к корою, чтобы он показал мне дверь. Да, я буду там, мне нужно кое-что закончить. Я буду там, теперь иди. Так, теперь мы люди. Так. Король. Ну, сейчас глянем. Все хорошо. Я будто на небесах. Кто ты? Оставь мистера полночь в покое. Твоя голова опять играет с тобой. Ты не видишь свое отражение? Я не ты. Отпусти мистера полночь. Сейчас. Мы убиваем предателей. Он один из них, Френ. Разве ты не видишь? Мой котик не предатель. Он обещал быть на моей стороне. I promise you. Как и твоя мама и папа. Они обещали о тебе заботиться. Очнись, Френ. Ты окружена предателями. Оставь меня в покое. Оставь в покое моего друга. Почему бы не сделать скрин? Я единственная, кто у тебя есть, Френ. Я та, кто всегда на твоей стороне. Избавимся от этого предателя. Будем счастливы. Давай будем очень счастливы. Уходи. Это была не я. Френ, что случилось? Почему ты плачешь? Я сошла с ума, сэр. Я сумасшедший. От доктора были правы. Но ты не сумасшедшая. Мне очень жаль, что ты так думаешь. Ты должна быть счастлива. Ты нашла камни и снова стала человеком. Это в самом деле офигенно. Моя милая, дай мне вытереть твои слезы. Я не хочу причинять тебе больно. Могу сделать это в любой момент. Ты этого не сделаешь. Я знаю, потому что ты любишь меня. Да, котик, я люблю тебя. Френ, помни, что я сказал тебе. Если ты любишь, ты жива. И это единственное, что важно. Ты всегда найдешь в себе силы бороться с монстрами внутри. А теперь давай откроем дверь, чтобы ты попала домой. Да. И сейчас будет подвох, да? Вот мы и здесь. Где дверь? Нужно сделать ее видимой. Ты уверена, что хочешь вернуться? Я уверена, сэр. Хорошо, поехали. Открой тайную дверь в реальность. Позволь человеку вернуться домой. Оу. Мы отправляемся домой, котик. Че? Оу, король жьяр. Доброго вам дня. Я принес камни, чтобы это милое создание отправилось домой. Спасибо, сэр. Я очень нервничаю. Будет странно быть талии от вас всех. Тогда не уходи. Я могу сделать тебе жилье волшебное. Волшебник, она должна уйти. Я получил послание от одного баллока. Она еще не готова. Ох, понимаю. О чем вы говорите? Готова к чему? Размести камни. Ну, готова к чему? Ты помнишь, что баллок сказал тебе о столкновении с правдой? Да, кажется. Ну, мне продолжать? Да, вперед, сэр волшебник. Затворите замок, какой лишь человек открыть бы смог. Затворите замок. Что ж, настало время Фрэнд стать ключом. Теперь ты единственная, кто сможет ее от открыть. Ух ты, хорошо. Посмотрим. Так. А как их разместить нужно? Так, в указанном порядке. Так. Подожди. Направляем стрелку фиолетового камня в сторону красного камня. В сторону красного камня. Подожди. Блин, почти конец, а мы тупим. Так, сейчас. Окей. Дальше. Стрелку красного камня к синему камню. К синему. Стрелку синего камня к желтой. И стрелку зеленого камня в сторону фиолетового камня. Эмм. В смысле, блять? Вы че, ебанулись что ли, блять? Стрелку красного камня к синему камню. Ну? Зеленого камня. В смысле, блять? Еще скажите, что... Блять. Ну? К синему камню, блять. Ну? Ебать, оно сбивается. Какого хуя? Желтого камня... Вы издеваетесь? Че за неправильный, блять, алгоритм? Ну? Я так и сделал. Охуенно, блять. Заебись, блять. Че, блять? Ну? Хули он сбивается? Вот вопрос. Может, так? И какой остался? Подожди. Смотрите, если сделать так... И... А какая остается? Ебать, блять. Наконец-то, нахуй. Я чую победу. Ты сделала это, Фрэн. Можешь отправляться домой. Я так взволнована. Хотела бы я оставить вам что-то на память. Мы тебя не забудем. Ты особенное создание. Ох, чуть не забыл. Палантрас передал тебе. Ебать. Спасибо. Мне жаль, что я не смогла помочь с ранами. Так, свои планы... Ну, в любом случае... Я передам. Не беспокойся. Ему уже лучше. Ох, перед тем, как ты уйдешь, ты должна знать. Ты пройдешь через тайный лес. Лес — это невидимый проход между нашими реальностями. Ты можешь встретить ужасных существ, которые захотят тебя съесть. Просто беги, они не очень расторопны. И вы говорите мне только сейчас. Звучит очень страшно. Не беспокойся, ты справишься. Надеюсь. Что ж, мистер Полночь, попрощайся. До свидания, господа. Я прекрасно провел время. Вы мне очень нравитесь. До свидания. Чувствую, будет пиздец. Пиздец. Чувствую, будет пиздец. Пиздец. Блядь. Блядь, ебать это непривычно. Дрынь. 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 Ну, блядь. Ну, ну, блядь. Дрынь. Дрынь. Блядь. Дрынь. Дрынь, дрынь. С ёбом, с ёбом, по с ёбам. По с ёбам. Блядь. Дрынь. 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 Глава четвёртая. Воображаемый друг. Фух. Ну? Мы пришли? Боже мой, дверь открылась. Интересно. Пойдём, мистер Полночь, давай выясним, где мы. Так, Фрэнн, побыстрее бы найти наш дом, я умираю с голоду. Мистер Полночь, смотри, по-моему, мы на другой стороне моста. Помнишь тот, который мы пытались перейти, прежде чем упали в Вежцу? Да, я помню. Здорово, пойдём дальше, только нужно быть осторожней. Так. В смысле? Мост? И чё? Ладно, дорогие друзья, мы на этом, наверное, закончим этот стрим, потому что мы прошли главу третью. Всем, в принципе, спасибо за внимание. Мы начнём уже отсюда, в следующий раз. А всем до новых встреч, с вами был Кадзоку Фэмили. Всем удачи, всем до скорого. Не забывайте про лайки. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Макб colocarul схожей в загородове! Субтитры подогнал «Симон»!